Эй, пацаны, вы знаете, что Киберпанк от поляков выходил еще раньше, чем Киберпанк 2077? И в нем даже можно бегать по стенам! Вашему вниманию представляется... ГОСТ РАННЕР В ТРЕВОЖНОЕ СТЕКЛА ИЛИМОНИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКЕ Если хотите, чтобы следить... Я ВАЙСУЛАЙСУ В Тиме на игру есть небольшая скидка, и игра представляет собой очень очень интересный микс Hotline Miami И... нормальный такой 3D-раннер по типу Миру Сейджа Это первая ассоциация, на самом деле это не совсем так Мне игра напомнила Shadow Warrior 2, преимущественно Shadow Warrior 2 Правда без пушек и умираешь от одного удара Хотя когда до хера монстров, ты все равно умираешь от одного удара Сюжет банален, как любой боевик класса B Ты некий гостраннер, у тебя одна кибернетическая рука и катана Ты потерял память, упал с башни, и теперь твоя задача убить босса, который сидит наверху башни Все Ну, на самом деле сюжет тут не самое главное, точнее совсем не главное Главное что? Правильно, геймплей По факту это просто набор уровней, которые ты проходишь в среднем где-то по 10-30 секунд Но за эти 10-30 секунд, которые ты пройдешь идеально Ты будешь начинать в течение часа, а может быть и двух, один и тот же уровень Потому что не сможешь понять, как убить того или иного босса или того или иного противника Разнообразие противников не очень большое Но тем не менее, некоторые из них просто бесят, а некоторые доставляют Поскольку весь геймплей сводится просто к маханию катаны вовремя Отпрыгиванию и по большому счету красивому беганию по стенам за 15-10 секунд Большего разнообразия врагов и не нужно Помимо бега по стенам в игре есть еще крюк кошка, который помогает тебе бегать с одной стены на другую В игре также присутствуют миссии-головоломки Они все простенькие, проходятся достаточно быстро и немного сбавляют темп игры В целом это неплохо, на мой взгляд даже прикольно, выглядит все классно В RTX у того, у кого есть RTX, это выглядит просто охерительно И, кажется, ради этого уровни и делались Также в Густранер присутствует прокачка, похожая на Тетрис В общем, есть разные фигурки, и ты пытаешься уместить способности на одной площадке Есть пассивные способности, а есть способности, которые можно активировать В принципе, можно попробовать пройти и без них Но это будет геморройно Разработчики не так давно сделали подарок для людей, которые любят разрывать свою задницу Теперь вы проходите те же самые уровни, но с большим количеством врагов Подводя итог, могу сказать только одну вещь Кажется, люди, которые отвечали за бегание по стенам в Cyberpunk 2077 Просто ушли в Густранер и сделали свою грузбу джеками-шлюхами А на сегодня это все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки-дизлайки Оставляйте комментарии И не забывайте самое главное Пьяный гоблин должен быть пьяным всегда Потому что играть в киберпанк непьяным очень сложно До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok